Привет, друзья! С вами Павел и это канал ППК. И сегодня у меня на обзоре беззеркальная фотокамера системы Micro 4.3 OM-D EN10 Mark III. Основным отличием конкретно этой линейки является ее классический ретро-дизайн. Именно это и было причиной покупки данной камеры, так как внешне она мне очень нравится. Несмотря на то, что линейка продвинутая, Olympus начали сильнее разграничивать свой рынок и сильнее разделять камеры. То есть, если Mark II была чуть-чуть пофункциональней этой камере, то в этой уже большинство настроек зашили либо в глубокое меню, либо и вовсе отказались от них, дабы сильнее разграничить свои камеры, чтобы люди смотрели в сторону EM5 или EM1. Если охарактеризовать данную камеру всего двумя словами, то я бы здесь выделил две сильные стороны. Это дизайн и стабилизатор. Стабилизатор здесь поистине крутой и намного лучше Panasonic. Так как у меня была камера Panasonic G80, которая имела как матричный пятиосевой стаб, так и в объективе. И при этом камера поддерживала суммарную работу обоих стабилизаторов. Но на практике картинка была более дерганная, чем здесь только за счет матричного. При том, что здесь точно так же пятиосевой матричный стаб. Даже на достаточно больших фокусных, вроде 85 миллиметров в эквиваленте, эта камера позволяет снимать видео с рук. Итак, что касается эргономики, то эта камера, несмотря на свои компактные размеры, достаточно удобно сидит в руке. Благодаря более продвинутому выступу спереди и большому выступу сзади. То есть, несмотря на то, что у нас мизинец свисает, одной рукой камеру держать реально удобно. И она очень плотно сидит, и ощущения, что она сейчас выпадет, нет. Как, например, в отличии от более любительского и низшего класса PM2, который, несмотря на наличие выступа, все равно держится неудобно. То есть, его неизвестно, как нормально схватить. Ощущение реально мыльничное. Кстати, что касается размера, в том увидим, что более любительская микро по объему имеет примерно в два раза меньшие размеры. Но в то же время любительский кроп от Nikon, то есть, это не 7000 серия, а именно 3000 и 5000, которая по размеру меньше продвинутых собратьев. Все равно ощутимо больше, чем продвинутая серия от Olympus. По объему примерно больше, чем в два раза. Однако, что касается веса, то камера относительно тяжелая своего веса, так как имеет металлический и пластиковый корпус. И в целом, хорошо подбита и ощущается такой полностью плотным таким кирпичиком. То есть, в отличие от зеркалок Nikon и Canon, которые ощущаются внутри несколько пустыми. Что же касается органов управления, то здесь их достаточно много. Переназначить, правда, можно всего две кнопки. И это один из первых шагов, так сказать, к кастрации и к разграничению камер. Так как у того же PM2 физических кнопок намного меньше, однако переназначить можно практически все. И мало того, что можно переназначить практически все кнопки, так еще и список в каждой кнопке достаточно большой. В то время, как в этой камере, как я сказал, переназначить можно только две кнопки. И сам список выбираемых функций в этих кнопках очень маленький. То есть, нас реально в этом плане ограничили. Так вот, вернемся к органам управления. Несмотря на то, что это самая низкая, так сказать, линейка из серии OMD, из более продвинутых, она имеет два полноценных колеса. То есть, мы можем в режиме M управлять и выдержкой диафрагмы одновременно, а в других полуавтоматических режимах мы можем менять экспопоправку прямо на лету. При этом, никакую дополнительную кнопку зажимать не нужно. Отклик у колесик достаточно хороший. Они все щелкают и имеют ребристую поверхность. То есть, они реально удобные. В роли третьего колеса у нас выступает колесо режимов, которое имеет еще зеленый режим. Также на верхней части у нас имеется кнопка увеличения, которую можно переназначить, кнопка записи видео, кнопка блокировки. В левой части у нас находится переключатель включения. Если же его повернуть дальше, то у нас открывается вспышка. А также слева находится кнопка быстрого меню. Видоискатель у нас достаточно крупный. Слева у нас подстройка диоптрий, а справа кнопка самого видоискателя. Настройок, правда, у него мало. Либо включить-выключить, то есть переключение между основным дисплеем видоискателем. Либо, если зажать эту кнопку, то мы сразу попадаем в настройки видоискателя и можно сделать его автоматическим, так как сбоку есть датчик освещенности и датчик приближения. Вот конкретно в этом вырезе он и находится. Спереди у нас никаких кнопок дополнительных нет. Здесь только кнопка снятия байонета и лампа подсветки автофокуса. На задней же панели у нас нет никаких джойстиков, только на вип-пад. То есть, он всего лишь четырехпозиционный и с центральной клавишей окей. Нажимается он достаточно удобно, отклик его чувствуется, он не сильно провален и в то же время не сильно выпуклый. Также у нас есть кнопка меню, инфу, удалить и play. Кнопок здесь не так мало, но и в то же время не так много. Большинство настроек можно менять с помощью этих кнопок. Что касается меню, то здесь оно немножечко урезано в сравнении с M10 Mark II, но тем не менее разобраться мне было в нем достаточно просто. Плюс также, нажимая клавишу инфа, мы можем посмотреть, что означает та или иная настройка. В основном меню тачскрин не работает. Дисплей здесь достаточно толстый, то есть, он не ощущается дешевым и таким, что он сейчас отвалится. Ходит довольно туго, в приятном смысле этого слова. Что касается поворотов, то наверх у нас выдает 90 градусов, при этом можно чуть-чуть его откинуть, чтобы видоискатель не перекрывал изображение. Однако немножечко он все-таки перекрывает. А вот вниз у нас всего 45 градусов. Прилегает он достаточно плотно и, как я сказал, ощущается дорого. Что касается некоторых еще программных кастраций, это то, что в этой камере есть бесшумный затвор, то есть да, здесь есть электронный затвор без щелчка, но настраивается он не в настройках режимов затвора, а в Advanced Photo. И здесь надо выбрать беззвучный режим. И тогда у нас камера делает бесшумные снимки. Минусом этого, кстати, режима является то, что в нем нет полноценного режима диафрагмы или мануального, или при режиме выдержки. То есть там полуавтоматический, полупрограммный режим, в котором мы можем менять диафрагму, но при изменении композиции и экспозиции она может сама поменяться. Звук снимка и щелчок затвора достаточно приятный. И причем достаточно тяжелый. То есть реально внутри камеры чувствуется, что что-то передернуло. В отличие от того же Panasonic, который у меня был. То есть там на механическом затворе очень тихий и достаточно дешевый звук. Одной с ключевой особенностью, помимо дизайна этой камеры является наличие 5-осевого матричного стабилизатора. И эта штука реально классная в этой камере. То есть этот стабилизатор позволяет снимать с рук видео даже на достаточно больших фокусных. Например, с использованием того же портретника 42,5 мм, то есть 85 мм. Да, картинка у нас немножечко плавает, но тем не менее она достаточно приятно двигается и у нас появляется эффект живой камеры. На широких же положениях, вроде 14-18 мм, у нас вообще практически тряски не ощущается. И все это с учетом того, что здесь только матричный стаб. В объективах Olympus практически ни в каких нет стабилизации. Все за счет матрицы делается. Теперь при выборе следующей камеры я не могу не опираться на этот факт, так как у других камер либо нет вообще стаба, либо если есть, то он, мягко говоря, посредственный. Конечно, одним из плюсов данной системы является компактность. И, к примеру, вот это аналог 80-300, если мы будем опираться на полнокадровый эквивалент. Достаточно легкий и компактный телевик. В сложенном состоянии он немногим больше кита, но вот в разложенном уже достаточно длинный. Но тем не менее он все равно не занимает много места и много веса. Также за счет того, что здесь меньше матрицы, и, соответственно, у нас при том же эквиваленте фокусных получается больше грипп. То есть резкие снимки получить на микре довольно просто. Плюс, опять же, здесь фокусировка осуществляется посредством Live View. То есть Back и Front фокусы на беззеркалках канули в лету. Но отсюда вытягает и вторая проблема. Раз у нас больше грипп, значит добиться размытия на этой системе достаточно трудно. И либо нам придется намного дальше отходить, чтобы получить соизмеримое размытие, либо покупать более светосильную оптику. То есть, к примеру, полтинник не 1.8, а 1.2 уже искать, чтобы хоть как-то компенсировать разницу в реальных фокусных. Что касается цен, то на Авито тушки стартуют от 30 тысяч с копейками. При этом состояние их достаточно плачевное. Мне же повезло, я купил идеальный просто экземпляр с пробегом тысячи кадров. Здесь ни одной царапины нет. И в руках держать его реально приятно. Это очень красивый фотоаппарат. И в серебряном цвете он реально очень классно смотрится. В то время как новый за тушку в Olympus Store стоит 46 тысяч рублей. С этим китом 51 тысяча и с EZ китом 56 тысяч. Olympus явно не для нищебродов. Несмотря на то, что это далеко не топовая камера в линейке, а примерно как пятитысячная, наверное, серия в Nikon, то цена достаточно высока. Сравнение не совсем корректное, но дабы быстро пробежаться по функциональным особенностям данной камеры, давайте сравним ее с 5600. Они примерно одногодки. По размеру мы видим, что Olympus значительно меньше, а вот по весу не сильно меньше, так как в корпусе Olympus используется металл. Данных о затворе нет, но думаю она составляет не менее 100 тысяч зарабатываний. Пылевлагозащиты нет у обеих камер. Матрица здесь 16-мегапиксельная, достаточно старого образца, так как она долго ставилась в камерах Olympus. А вот видоискатель порадовал своим 100% охватом, достаточно высоким разрешением, 2,4 миллиона точек и размером 0,62, в то время как у группы Nikon 0,55 и 95%. Дисплей здесь всего лишь 3-дюймовый, но на 1036 тысяч точек. Само собой у нас есть тачскрин и лайфью. Автофокус на бумаге у этой камеры достаточно посредственный, так как здесь нет фазовых датчиков, крестовых точек, само собой. И чувствительность, насколько я помню, здесь 0 EV, то есть на бумаге он реально плохой, слабый, но в реале я не видел каких-то особых косяков или отличий в том, чтобы он дольше или хуже фокусировался в сравнении с тем же Nikon. Если придираться, то я бы сказал, что в видео автофокус не очень, но как у всех микр, которые у меня были, особенно у того же G80, автофокус видео был еще хуже. То есть здесь он хотя бы плавно срабатывает, а не резко дергается, как в G80, когда перефокусируется. Точек у нас 121, то есть у нас практически стопроцентное покрытие, однако как самые крайние точки мало кто когда использует. Ну и ключевой фишкой этой камеры это наличие 5-осевого матричного стаба. Поскольку камера не имеет встроенного микрофона, то запись осуществляется на внешний микрофон камеры. Должен отметить, что качество этого микрофона достаточно неплохое. Сейчас у нас идет Full HD 50 кадров. Съемка с рук. На фокусном расстоянии 28 мм. Стабилизация отличная, при том, что я иду. Теперь давайте проверим на фокусном 85 в эквиваленте 35 мм пленки. То есть мы видим, что да, камера у нас болтается, но картинка не сильно дергается. А вот теперь давайте замрем и сделаем параномирование. И я не устану это повторять, так как это реально хорошая штука. Хочется и во всех камерах такое иметь. Что же касается серийной съемки, то у нас 8,5 кадров в секунду, но насколько я помню, это без фокусировки экспозиции. Буфер JPEG у нас бесконечный и Ravoc 33. ISO у нас нативная 200, несмотря на то, что тут 100 показывается. До 100 она может расширяться. При этом в режиме авто ISO ISO 100 мы получить не можем, только если отдельно ставим режим Low ISO. Поскольку здесь самая короткая выдержка 1,4 тысячная, то наличие ISO в 200 единиц базовым иногда становится камнем преткновения. То есть если мы ставим светосильную оптику, хотя бы даже с диафрагмы f2.8, то она по сути превращается в f2 по светосиле, поскольку у нас ISO 200. И благодаря такой выдержке в некоторых ситуациях у нас может быть пересвет. Соответственно, надо либо поджиматься, либо ставить Low ISO. Еще одним нововведением третьего марка стало наличие 4K. И здесь оно достаточно качественное и на удивление лучше, чем у Panasonic G80, который изначально был заточен для видео. То есть меня реально удивила в приятном смысле картинка как в Full HD, так и в 4K с этой камеры. Даже с китовым дешевым объективом. Единственный минус, который для видео я здесь нашел, ну, помимо, так сказать, работы с автофокусом и того, что чтобы включить 4K, мне нужно перемещаться в видео и отдельно выбирать 4K, так как в других режимах мы можем снимать только Full HD и 4K вообще никак не выбрать. Так вот, минус является в том, что здесь нет никаких нейтральных или логарифмичных профилей. То есть для галочки здесь есть нейтральный, но даже если все просто реально все выкрутить в минус и поставить самый нейтральный профиль из тех, что есть в настройках камеры, то картинка все равно получается достаточно насыщенной, контрастной, и даже ее не сильно хочется править. То есть она уже выглядит такой, которую можно отдавать заказчику. То есть в этом плане, в плане камерической съемки видео, это достаточно неудобная вещь. Возможно, она сделана специально. Ведущее число у камеры 6, что при ISO 200 должно равняться тем же 12, как и у Nikon. С интерфейсами подключения нас немножечко обделили, так как у нас здесь USB 2.0 и HDMI. Выход под наушники не завезли. Слот карты памяти у нас один, и он и то находится внизу, что лишний раз подтверждает, что камера более любительская, чем профессиональная. Одного заряда аккумулятора хватает до 330 снимков, хотя на практике намного больше. Около 4 или 500 можно сделать. То есть аккумуляторы здесь довольно живучие на 1200 махов. Кстати, они здесь подходят и от Mark II десятки и PM II. Из интерфейсов соединения у нас имеется только Wi-Fi. Так, подводя итог, скажу, что камера достаточно классная. В ней есть интересные функции, такие как настройка кривых, прямо до изображения, фокус стекинг, лайв композит, пятиосевой матричный стап и 4К видео. К сожалению, фокус стекинг и лайв композит я не успел попробовать. В общем, камера подкупает своим дизайном. Я прям смотрю на нее и не могу налюбоваться, так как выглядит она очень красиво и привлекательно. Я фанат ретро-стиля, и серебряный мне очень нравится. В черном цвете она смотрится намного хуже, как лично по мне. Ну а на этом все, друзья. Вам как всегда спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели. Ставите лайки, пишите ваши комментарии. Все ссылочки, как всегда, внизу под видео с примерами фото и видеозаписи. Всем удачи и пока!